Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Глава Полицовета партии «Аппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук заявил о наступлении на Украине энергетического кризиса, обвинив в этом власти страны. По его мнению, кризис наступил, я цитирую, потому что Украина не готова на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами население и предприятия страны, а помимо этого он назвал нынешнюю украинскую власть непрофессиональной и профнепригодной. А с нами на связи из Киева известный украинский политолог Сергей Годный. Сергей, рад приветствовать вас. Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Сергей, я специально начал наш разговор. У нас будут еще другие темы по ходу нашего общения. Но мне представляется, что эта тема очень важна. Тем более, я читал вашу публикацию на этот счет. Ваше мнение во многом совпадает с тем, о чем говорит Медведчук. Что объединяет его мнение и ваше мнение? Ну, я думаю, что это, мое мнение, это просто анализ ситуации, которая в стране. Виктор Владимирович, конечно же, больше в теме энергетической безопасности Украины, потому что за последние 10 лет это единственный политик, который достиг хоть каких-то маломальских конкретных договоренностей с Российской Федерацией. Мы можем вспомнить 2019 год и льготную цену для Украины на газ от тогдашней цены 250 долларов минус 25 процентов, а это 190 долларов. Но наша власть не воспользовалась тогда этими договоренностями, а развернула сначала вяло текущую, а теперь в этом году уже такую активную борьбу с лидером оппозиции. Все закончилось, ну не закончилось, все продолжается тем, что мы с вами видим уже второе обвинение и домашний арест лидера оппозиции. Ну и на этом фоне нерешенность вопроса энергетической безопасности страны, остановку теплоэлектростанций, уже конкретную риторику о том, что мы будем закупать электричество у Белоруссии, которая тоже там, знаете, вы же слышали заявление украинской власти, там оказывается режим Лукашенко, недемократически, но это не мешает говорить о том, что мы как бы будем закупать электроэнергию. И непонятной стоимости газа для украинцев. По оценкам украинских экспертов, буквально вчера я посмотрел цифру, что в сентябре цена, по которой мы покупали газ, была 14 500 гривен. Это просто невероятная сумма, это сентябрь месяц, в октябре цена будет совсем другой, еще больше, я думаю, раза в два. И вот на этом фоне мы видим преследование лидера оппозиции, ну и, конечно же, я не могу не констатировать невероятное падение рейтинга Зеленского. По данным КМИС, последним он, рейтинг Зеленского просел чуть ли не на 9% только за один месяц, и это еще только начало. Начало вот энергетического коллапса в стране. Более того, я хочу напомнить, что несколько, полтора месяца назад Виктор Владимирович, будучи под домашним арестом, написал статью, в которой четко предупредил власть, что им необходимо искать от 10 до 14 миллиардов кубометров газа. Мы же не покупаем газ в России, мы покупаем его и в Европе. Это предупреждение было пропущено сквозь пальцы, а ситуация сейчас уже очевидна. Украина на грани энергетического коллапса. Сегодня, буквально готовясь к нашему включению, мне стало известно, что в Житомире люди взяли Житомиргаз, ну фактически требуя нормальной цены. Вот такая вот ситуация. Но как тогда объяснить, что Украина собирается, то что называется, помочь братьям молдаванам и сестрам, вернее, правильно, наверное, сегодня сказать, сестрам молдаванкам, собираются продать, передать, уже трудно понять, что и как, ни много ни мало 15 миллионов кубометров газа из Украины в Молдову. Это как? Смотрите, это, знаете, что-то из рода, когда мы сделаем все что угодно, только как бы не сдадимся, для того, чтобы не показать, что король голый, чтобы не показать, что у нас нет своего собственного газа. Уже эксперты близкие к офису президента говорят о 5 миллиарда кубометров газа, который в Украине нет. И в то же время они продолжают заявлять о, с одной стороны, возможности претензий по отношению к Российской Федерации, а с другой стороны, возможности введения переговоров каких-то с Газпромом. Плюс на этом фоне еще заявление, что нам своего газа достаточно. Я здесь ссылаюсь исключительно на интервью Зеленского, которое было на одном из телеканалов, телеканала СИТВ буквально на прошлой неделе, где Зеленский в одном предложении, грубо говоря, сам себе начал противоречить. С одной стороны, у нас достаточно нашего газа, он заявил, но ситуация сложная, поэтому не всем газа хватит, а хватит только тем органам местного самоуправления, которые как бы к чему-то договорились. Смотрите, что делает власть. Она пытается переложить ответственность на очевидный уже энергетический коллапс, который наступает в нашей стране, переложить на органы местного самоуправления. Именно для этого они всячески подогревают в средствах массовой информации такие своеобразные выступления экспертов о том, что все зависит от органов местного самоуправления, облгазов, местных властей, мэров местных, губернаторов, которые должны были заключить договора ранее. Для того, чтобы заключить договора, необходимо было рассчитаться с долгами и по требованию нафтогаза надо было предварительно, то есть авансово внести деньги на счет нафтогаза за газ. То есть понятно, что этого не было сделано, местные бюджеты пустые, потому что власть уже планомерно в протяжении двух лет сворачивает децентрализацию, вытаскивает все бюджетные средства, направляя их на вот такую, знаете, так называемую волыки будивнынство в этой стране, ну, закатывая просто в асфальт. Фактически для того, чтобы показать ширму украинцам. Ситуация очень сложная, поэтому вот это заявление Зеленского в Блумберге последнее, о котором я писал в статье по поводу 50% скидки для Российской Федерации на транзит через Украину, который сейчас буквально обсасывается на всех телеканалах как что-то невероятное, знаете, это смешное заявление. Потому что в действительности, как я и написал, для танго нужны как минимум двое. Если ты хочешь, твой партнер должен тоже хотеть, грубо говоря, с тобой танцевать. А в данной ситуации, извините меня, но нужны не двое, а трое. Украина только транзитер, еще есть посовщик Российской Федерации, потребитель. То есть мы пытаемся объединить вокруг себя таких же должников перед Газпромом и понимаем, что Молдова в такой серьезной энергетической ситуации сложилась. Но что Молдове мешает? Заплатить по долгам, составить свой договор и вот таким вот образом решать свои энергетические вопросы. Но мы готовы помочь всем. Помочь украинскому народу надо. У нас четыре области по состоянию на начало, на конец прошлой недели заявили о ситуации чрезвычайного положения. Это Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатья и Полтава. По моей информации такая же ситуация в Житомире, вот сегодня вы услышали, в Хмельницкой области. Во многих областях такая ситуация. И еще раз так, знаете, как вишенка на торте. Проблема-то в чем? Единственный человек, который может, я так считаю, договориться и уже договаривался, это есть закреплено в соответствующих документах, выступлениях в средствах массовой информации, заявлениях Кремля. Это Виктор Владимирович Медведчук. Но Медведчука Зеленский планомерно, начиная с 2019 года, знаете, преследует. А вот в результате данной ситуации мы уже видим, что он просто банально закрыл под домашний арест человека, заявляет в интервью, что готов его передать, обменять на кого-то. Гражданина Украины. Ну, представляете, эту абсурдность видят наши международные партнеры, европейцы. Мы видим последнюю публикацию, крайнюю, в издании Forbes, где четко написано о том, что, ну, четко уже сигнализируют для мировых элит, что Зеленский пошел по пути узрупации власти. Сегодня, кстати, наш секретарь РНБО заявил о том, что, извините, нам не подходит парламентская президентская модель управления республика. Нам необходимо четко президентская. Смешно, знаете, что не монархия еще нам необходима. Уже, оказывается, демократические ценности, демократические принципы Зеленского мешают построить здесь рай. Я думаю, что в конечном результате в этой зимой станет все очевидно. Король голый, власть не профессиональна. Более того, ну, украинскую мову это звучит злочинно, потому что, фактически, ну, люди могут замерзнуть. Хорошо, что сегодня 25 число. Вот я нахожусь в Киеве, у нас еще отопление не включили. Но уже первые морозы наступают. И вот буквально с дня на день уже начнутся большие проблемы. Это в многоквартирных домах. Что в других регионах, ну, это просто, знаете, тяжело описать. Ну да, как тут не вспомнить, еще не змерзла Украина. Не змерзла Украина. Сергей, хотел другую тему осветить. Вновь порадовал любопытными заявлениями внештатный советник главы Офиса президента Украины. Я полностью цитирую, как его называют. Внештатный советник главы Офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Во-первых, он пригоразил Россию украинскими ракетами, которые будут направлены на Москву. Это первое. А помимо этого он сообщил, что Украина начнет устраивать диверсии на территории России в случае начала полномасштабной войны между странами. Вообще, кого этот господин представляет на самом деле? Самого себя? Кто-то им управляет этим очередным, извините, клоуном? Смотрите, он выполняет и официальную функцию, и также технологическую. Это я вам как политтехнолог говорю. Это человек, который озвучивает вот такие вот вещи, я уверен, и к этому склоняется большинство моих коллег только после соответствующего одобрения со стороны помощников и со стороны советников президента Зеленского. Этот человек озвучивает самые токсичные заявления, делая вид, что он военный эксперт. Хотя, по факту, вы же понимаете, что это заявление не будет незамечено. В Кремле уже есть соответствующая реакция сенаторов. И уже понятно, что по факту, по большому счету, вы как гражданин воюющей страны прекрасно понимаете, что это за заявление. Это заявление, которое граничит с нарушением, знаете, вообще государственной безопасности. Человека такого при нормальной власти необходимо устранять от должности, необходимо проводить расследование, на чью, извините, сторону он играет. Однозначно, это не на сторону страны, которая стоит на пороге суровой зимы, без газа, без договоренностей на территории, в которой происходит вооруженный конфликт. Если горячие головы на востоке страны начнут горячую фазу, развернут горячую фазу, я думаю, что пострадает очень много граждан Украины. И этот человек не будет на передовой. Понятно, что это делается для того, чтобы подразнить нашего северного соседа. Более того, эксперты прекрасно понимают, что в Российской Федерации есть противоракетная система. И вот эти все заявления, они, с одной стороны, смешны, с другой стороны, они подливают масло в огонь вот такого негодования национально озабоченной части Украины. Мы кому-то что-то хотим доказать. Для людей, которые трезво мыслят и четко понимают, это опасная личность, которая имеет определенный статус в офисе президента. Она близка к офису президента. И озвучивает то, что боятся сказать должностные лица офиса президента. Это показатель того, что никто не собирается в этой стране приносить мир. Никто не собирается выполнять предвыборные обещания Зеленского. Это показатель того, что у власти партия войны. Слуги народа, и я не побоюсь этого заявления, постепенно превратились в такой своеобразный аналог Народного фронта. Но давайте вспомним, чем закончил Народный фронт. Народный фронт закончил минимальным рейтингом. И многие из тех людей, которые были в парламенте предыдущем, они просто были выброшены из политики. Я думаю, такая же участь, если, не дай бог, не будет какой-то эскалации конфликта, ждет и слух народа, и Арестович в том числе. Когда его прижмут, когда будут соответствующие меры, а эти заявления необходимо расследовать, кто давал директиву это заявлять. И давайте не забывать, власти не получится здесь, извините меня, сослаться на то, что это личное мнение господина Арестовича. Это заявление было сделано на государственном телеканале ДОМ, который финансируется из украинского бюджета. Ведущая, которая задавала вопрос и получала ответ от господина Арестовича, она даже его не перебила. В нормальной стране, при нормальной работе системы органов, контролирующих НАЦРАД, испытания телебачения и радиомовывания, уже должна была бы заняться этим каналом. Но это понятно, этого не будет, потому что это рупор официальной политики нынешней банковой. Вы упомянули, Сергей, говоря о Медведчуке, что упомянули заявление недавнее, относительно недавнее заявление президента Зеленского о том, чтобы обменять Медведчука на украинских героев, которые находятся якобы в плену. Отличился на этом фоне и в еще большей степени, на мой взгляд, мэр Львова. Вы меня поправите, если я не прав. Почему я об этом говорю? Потому что мэр Львова предложил обменять, мне он вначале отказался передать останки советского разведчика Николая Кузнецова, который покоится во Львовской земле, и предложил обменять его останки на тех же самых украинских героев, которые находятся в плену в Донбассе. Мне это сразу, естественно, мы живем в Израиле, у нас все это рядом, то, что называется. Мы видим, что исламские террористы, Хамас, исламский джихад используют точно такие же технологии для того, чтобы выпустить из тюрем террористов с кровью на руках в обмен на останки израильских солдат, нескольких израильских солдат. Господин Садовой, он что, террорист? Я вам скажу больше. Господин Садовой, четко, если анализировать всю политику, которую ведет родоначальник Львова в последнее время, это человек, который напрямую связан с офисом президента. Объясню почему. Потому что, когда в Украине голоса экспертов, которые пророчили энергетический коллапс, начали звучать все громче, Господин Садовой вместе, например, с мэром Днепра были среди тех мэров, которые подписывали с Зеленскими, подписывали в рамках ассоциации городов, такой аналог ассоциации городов, организации, которую создали при офисе президента, так называемый меморандум, который гарантировал цену на газ для населения и для предприятий коммунальной собственности. Господин Садовой планомерно подыгрывает действующей власти, потому что у него есть другая альтернатива, и мы знаем, что там сильны на Западной Украине, сильны позиции европейской солидарности партии Порошенко. Это обоюдовыгодно и Зеленскому, и Садовому, потому что он имеет определенные преференции. Более того, мне кажется, мое оценочное осуждение, что здесь не без так называемых уголовных дел, которыми эта власть начинает шантажировать руководителей органов местного самоуправления. Мне неизвестно, возможно, он вынужден вести такую политику, но я констатирую факт, что он подыгрывает Офису Президента на националистическом фронте для того, чтобы каким-то образом балансировать в непропрезидентском регионе. И вот на именно вот такой ядерной тематике, ядерной тематике полного противостояния всему постсоветскому, всему, всему, знаете, прошлому, они продолжают свою вести политику. И подтверждением этому есть и вот заявление относительно останковых, ну давайте скажем откровенно, здесь же вопрос не просто от того, что отказался, здесь вопрос того, что отказался выполнять решение суда. Понимаете, в чем суд? Это отдельный вопрос. Я думаю, что в нормальном правовом государстве, которым, к сожалению, Украина уже не является, должен был бы стоять вопрос о уголовной ответственности за невыполнение решения суда, тем более должностным лицом. Насколько мне не изменяет память, закон про местное самоуправление дает право в случае вот таких действий со стороны человека, должностного лица, наделенного функциями, представляющего государства, в органах местного самоуправления поднимать вопрос о его отставке. Но мы же понимаем, что кто составляет большинство в западных регионах. Такой вопрос поднят, по крайней мере, при этой политической конъюнктуре не будет. Они будут продолжать нагнетать вот эту истерию и продолжать вести Украину по пути антироссии. Несмотря на то, что, повторюсь еще раз, Львов это регион, в котором введено чрезвычайное положение из-за газового коллапса, из-за того, что они не могут отопить, по большому счету, больницы, школы и много-много других предприятий. Это регион, который один из первых заявил о данной ситуации. Ну, тут есть еще один маленький нюансик. Давайте вспомним, что на территориях Львовского региона в основном-то все газовые хранилища. Которые есть в Украине и находятся. Поэтому тут такая двойная подоплека. Я думаю, что Садовой играет в политику. И мне кажется, что он реально заиграл с этим действием. Необходимо давать правовую оценку. И последний вопрос, Сергей. Тоже не могу удержаться. Он как бы вытекает плавно из того, о чем вы только что рассказывали. О чем вы говорили. Верховная Рада Украины Украина 238 голосами приняла обращение к президенту страны о присвоении звания Героя Украины военному преступнику, организатору и исполнителю массовых убийств мирного польского населения, 98-летнему Мирославу Симчичу. Он еще жив, оказывается. А в свое время ему даже памятник при жизни поставили. В чем, почему, когда говорят, что он убийца, он лично отдавал приказы. 23 октября 1944 года он напал на село Троице. При этом было убито более 80 человек. Перечисляется 66 поляков, 14 украинцев и один русский. Все убитые были в основном женщины и дети сожгли тогда 49 польских домов и забрали все вещи, принадлежащие убитым. Это теперь пример для подражания молодежи для незалежной Украины, я так понимаю. Мне, честно говоря, неприятно даже на эту тему говорить. Я, как историк, прекрасно понимаю, что происходит в этой стране. Более того, вам скажу, кроме села, которое вы вспомнили, есть еще польское село Пыстень. И мы можем говорить о том, что эта история вообще такая, знаете, своеобразная, потому что это же обращение было Львовского городского совета. Более того, хочу сказать, что вопрос о присвоении героя Украины этому человеку поднимался еще в 15-м году. Еще до президента Порошенко, который наградил его Орденом Свободы, кажется. Президент Ющенко наградил его Орденом за заслуги. Ну, знаете, это продолжение того, что делает центральная власть в спайке с местной властью. Потому что, если они не могут дать людям хлеба, извините, они дают им зрелище. Они канализируют возможный социальный протест. Наступая на самые низменные чувства людей, которые прекрасно, знаете, понимают. Я уверен, что те люди, которые педалируют этот вопрос, они прекрасно понимают, что данный человек, этот человек, который, по большому счету, должен быть, его нужно судить соответствующим судом. Он дважды судил. Да, но у нас работает, знаете, такой принцип, который прищепили еще со времен Ющенко, что это все проделки НКВД. Его восхваляют за бой, который произошел тоже там в конце войны. И тогда было уничтожено, якобы уничтожено около 200 бойцов НКВД. Хотя, ну, это отдельная история. Поэтому все, что анти-советское, все антисоветское, это поднимается на флаги. Несмотря на то, что это, по большому счету, способствует, знаете, процветанию неофашизма. К сожалению, такова ситуация в стране. Мне интересно, каким образом отреагируют на подобную инициативу, если Зеленскому придет в голову, придет в голову. Хотя, в принципе, тут уже, знаете, ну, о чем говорить? Человек может подписать все, что угодно. Он четко показал свое лицо, взяв направление на такую неофашистскую Украину, подогревая все, что такое есть ядерное на Западе, для того, чтобы, очевидно, именно эту часть Украины и эту часть украинского народа использовать для разгона возможных социальных протестов, которые будут там. Я вам сказал о том, что в Житомире ситуация такая есть. Ну, а почему не использовать офису президента сейчас часть неофашистов на Западе, для того, чтобы разгонять людей, которые выйдут во Львове? Например, здравомыслящие. Там же большая часть людей, которые реально понимают, что за ситуация. Мирослав Симчич и вот эту всю историю подняла на флаг депутат от «Голоса», бывший депутат от партии «Голоса» такого львовского проекта. Там эту законодательную инициативу поддержали многие депутаты, которые родом оттуда, с Львовского. Ну, и там был представитель «Слуги народа» господин Патураев, политтехнолог, который всегда заигрывает с этими неофашистскими элементами. То есть для меня, в принципе, картина ясна. Именно поэтому уже есть прогнозы и информация о том, что все депутаты, которые подписались под этим законопроектом, контактировали с офисом президента. Там есть полное понимание и поддержка. Месяц, два, три, до полугода, возможно, весной, этот человек может таки получить и получить соответствующее звание. Для меня тут, знаете, эта ситуация объяснима исключительно тем, что не ведают, что творят. Вот так. Сергей, тогда, исходя из того, о чем вы сказали, не могу опять же не задать этот вопрос. Он возник у меня по ходу. Я просто вспомнил, недавно экспонент Зеленский выступал и сказал, что между Россией и Украиной сегодня пропасть. Вы упомянули политтехнолога. В политтехнологии, вы тоже прекрасно это знаете, в политтехнологии есть прием навешивания якорей. Вот когда президент говорит вот такого рода вещи, он навешивает якоря своему, прежде всего, народу? Да, к сожалению, да. Если президент будет продолжать вести такую политику, то это якорь, которого украинцам очень тяжело будет избавиться в ближайшее время. Я вам более того скажу, мы это прослеживаем в воспитании нашего подрастающего поколения. Мы же видим, вы же видите, кто зигует, сколько лет этим гражданам, как говорится, Украины. Это молодые люди, это результаты построения совсем другой Украины. Украины, которая в принципе, и я об этом неоднократно говорил, она просто не может быть в числе цивилизованных европейских стран. Это прекрасно видят наши европейские партнеры, но пока им выгодно, чтобы эта страна, в этой стране была вот такая вот контролируемая ситуация. Почему? Потому что Украину сейчас грабят, грабят по всем направлениям. И тут я вернусь к недавнему визиту наших высоких партнеров Шарла Мишеля. И давайте вспомним, да, вот саммит Украина-ЕС, о чем они там договорились. Они договорились о возобновлении поставок лесокругляка из Украины в Европу. Понимаете, что происходит? Ситуация, ну, просто плачевная в данной ситуации, потому что власть не пользуется национальными интересами страны. Все, что говорит о том, что политика двигается в другом направлении, более того, напомню, именно господин Медведчук, лидер оппозиции, который сейчас под домашним арестом, это человек, который 9 мая во время празднований, которые делала оппозиционная партия, заявил о необходимости и о начале общественной инициативы, связанной с восстановлением исторической справедливости. В части восстановления исторической справедливости для того, чтобы люди Украины, украинцы, молодые украинцы, знали, кто действительно герой, кто действительно победил фашизм. Вот эти вещи. Я лично, как эксперт, как историк по первому образованию, как кандидат политических наук, связываю это не только с политическими заявлениями и вот теми реликами, которые сейчас Зеленский пытается набросить на лидера оппозиции, а и с четкой позицией по поводу борьбы с фашизмом в этой стране. Вот что происходит. Но, знаете, я уверен, что предстоит очень жесткая и ожесточенная борьба, потому что власть не остановится ни перед чем, и мы видим с вами фабрикацию уголовных дел, закрытые телеканалы, и мы дальше будем видеть с вами ужесточение в отношении украинских граждан. Все происходит по калькам середины, извините меня, 20 века. Спасибо, спасибо, Сергей, за это откровенное интервью, спасибо за ваше мнение, за вашу позицию, спасибо, всего самого доброго, будьте здоровы, до новых встреч. Спасибо, до свидания. Спасибо и вам, друзья, что были с нами, всего доброго, будьте здоровы, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин